Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре, вебинаре Директ Академии. Сегодня у нас в гостях Евгений Кауфман, представитель, один из руководителей израильской компании «Белив». Но прежде чем предоставить ему слово, я хотел бы, как всегда, сказать несколько вводных слов относительно функционирования Директ Академии. В самом начале нашего чата я расположил четыре, как мне кажется, полезные ссылки для вас. Первая из них ведет на главную страницу нашего сайта, где вы можете зарегистрироваться на все онлайн-мероприятия до конца нашего учебного года, то есть практически до июля месяца. У нас, кстати, новые интересные пополнения в нашем расписании, так что смотрите в расписание и регистрируйтесь на вебинары. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором расположено уже более 400, уже почти 450 записей наших вебинаров. Запись этого вебинара тоже ведется и в скором времени, после его окончания, она появится на нашем видеоканале. Третья ссылка ведет на страницу наших онлайн-курсов и в настоящее время мы предлагаем вам для обучения, для онлайн-обучения 10 онлайн-курсов. Один из них, кстати, начинается прямо сегодня, это курс «Каждый гениален» Людмилы Мазуновой, а другой начнется в начале 3 апреля, это будет курс «Марины Орешко». Ну и остальные курсы тоже можете посмотреть, они достаточно интересны. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего вебинара. И, как всегда, я хотел бы проанонсировать 3 следующих вебинара, которые состоятся у нас на этой неделе уже. Вот они, в конце чата я их привожу. Завтра в 12 часов Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании «Директ Медиа», проведет вебинар «Цифровой контент для искусства. Концепт иллюстративно-образовательной платформы «Арт-портал. Мировая художественная культура». 14 марта, в четверг, Юрий Майский, наш частый ведущий достаточно, он у нас бывает, и достаточно популярная у него тематика про речь преподавателей, проведет вебинар, который будет называться «Скрипты и выразительность преподавателя» или «Как не убить интерес к вебинару». Наконец, 15 марта, в среду, тоже в 12 часов по Москве, наша постоянная ведущая Татьяна Телегина проведет вебинар «Полезные ресурсы и сервисы для индексации, составления и оформления библиографических описаний и ссылок». Ну вот, у меня все, и я приглашаю Евгения для проведения сегодняшнего вебинара. Евгений, прошу на связь. Добрый день. Раз-раз, как меня видно, слышно? Здравствуйте, друзья. Рад провести сегодняшнее мероприятие. Сегодня мы с вами поговорим про то, как увеличить вовлеченность, активность и расшевелить вашу аудиторию в социальных сетях. Аудиторию в ваших группах, аудиторию на ваших длинных страницах, вашу личную аудиторию на ваших страницах в социальных сетях. А поставьте, кстати, плюсики, кому вообще актуально и интересен вопрос увеличения активности и увлеченности подписчиков в социальных сетях. Будь то с бизнес-целями, будь то с личными целями, промоутерскими и любыми другими. Раз-раз. Хорошо, вижу, что пока 50 на 50, но тем не менее, тем не менее, возможно, тема эта будет интересна. Смотрите, мы поговорим про стриминг. Стриминг – это онлайн-трансляция видео и аудиоконтента для зрителей на популярных платформах, на которых присутствует большое количество аудиторий. Такие, как Facebook, YouTube, ВКонтакте, Twitch, Одноклассники, LinkedIn и так далее. Ну, соответственно, стриминг – это тот, кто отчисляет данную онлайн-трансляцию, либо попросту выходит к ему эфир. В данном случае, вебинар тоже является каким-то своеобразным видом стриминга. На примере самой крупной и самой популярной в мире социальной сети Facebook, которая тоже занимает значительную долю рынка и в России, не основную, но значительную, мы видим, что уже почти 2 миллиарда человек смотрели онлайн-трансляцию. Там. Это порядка 85% всей аудитории. На Facebook находится более 2 миллиарда человек. 2 миллиарда человек. Можете себе представить. Социальная сеть – это такой удобный инструмент, через который вы можете дотянуться практически до любого человека в мире и напрямую с ними повзаимодействовать. И, вероятно, ответить, что это коммуникация, если ему будет интересен предмет вашей дискуссии, предмет вашего обращения. Прямые эфиры или стримы – это возможность одновременно дотянуться до большого класса аудитории. Ну, представьте себе, представьте себе, вы проводите углайн-мероприятие. Ну, например, вы рекламируете свои услуги. Например, у вас какая-то, не знаю, компания, диджитал-компания. Вы предоставляете услуги по разработке сайта. Очень простой и понятный кейс. Не все понимают, ну, уже, наверное, почти все, но не все понимают, какие именно нужны сайты, что для них делать и как. Так, и вы можете, условно, точечно обзванивать каждого потенциального клиента и ему рассказывать, что это такое, как это работает, какой именно нужны. Ну, и, соответственно, таким образом за один звонок, за один час вы охватите одного человека. А вы можете собрать их в аудитории, например, в какой-то и провести мероприятие как вводную услугу. Ну, например, собрали 100 человек в какое-то мероприятие и угостили их там каким-то чаем, копей, еще чем-то. И то же самое, что вы бы рассказывали одному человеку, вы рассказываете на аудиторию 100 человек, соответственно, как бы вы экономите время, грубо говоря, в 100 раз. Ну, грубо говоря, потому что понятно, что затраты на подготовку, еще что-то, отвечаете на вопросы у людей и моментально как бы у вас формируется воронка. Да, то есть пришло на мероприятие 100 человек, допустим, 20 человек заинтересовались тем, что вы рассказали. Подошло к вам, из этих 20 человек в офис к вам доехало 10, из этих 10, допустим, там, с 8-5 вы запущили контракт. То есть вот формируется такая воронка, все очень понятно. Но представьте себе трудозатраты на проведение такого мероприятия, особенно там в мегаполисах, в Москве, в Москве, в Петербург, в Нью-Йорк, в Сеул, там, где людям вообще добираться крайне сложно. Доходимость на бесплатные мероприятия крайне низкая, она составляет ниже 50%. Поэтому стриминг решает эту проблему очень легко и просто. Вы собираете точно так же людей только не физически в аудитории, а виртуально. Каждый человек может находиться, где он хочет находиться. В шортах, в майке, в купальнике, на море, на пляже, в гараже, в машине, где угодно. Вы можете находиться также где угодно. Вы выступаете в прямом эфире, рассказываете какой-то полезный контент. Люди задают вопросы, вы видите вопросы, вы у них отвечаете. Все очень похоже на вебинар, как мы здесь находимся. С той лишь разницей, что люди после онлайн мероприятия по этой же ссылке остаются в вашем сообществе. Они продолжают между собой общаться. У них есть реальные профайлы. То есть тут в вебинаре вы можете зарегистрироваться под любым именем. После вебинара теряется вся переписка, все общение. То есть это такой разный инструмент. Если мы говорим про социальные сети, это больше про создание игральности, создание комьюнити, подключение гораздо проще. Вы просто переходите на страницу, промотировать гораздо проще, продвигать онлайн мероприятия, онлайн вебинары в социальных сетях, нежели стандартным способом через вебинарные комнаты. Потому что не нужно дополнительных действий. Ну и цель как бы немножко другая. Но по большому счету стриминг в социальной сети это, я бы сказал, что это инструмент digital маркетинга, инструмент digital маркетинга нового поколения. Зачем это нужно стримерам? Зачем это нужно? Я частично это рассказывал в предыдущем пункте. В прямом эфире стример проявляет свою креативность в своем индивидуальном поляном стиле. Таким образом он формирует свое сообщество. Он продвигает свой бизнес. Он увеличивает покрытие людей, которые потенциально заинтересованы в своем продукте. Телегко и просто. Важным моментом является то, что уже сегодня прямые трансляции являются самым популярным и интересным видом контента. Какие мы знаем? Это текст, это картинки, графика, это видеоролики и это прямые трансляции. Так вот, уже сегодня видеоролики в социальных сетях в 12 раз популярны, чем текстовый и графический контент. Ну, просто сами представьте, когда вы листаете ленту в Фейсбуке или ВКонтакте, на что вы чаще обращаете внимание? На текст или картинку или на какой-то видеоролик. Как правило, на видеоролик. А прямые трансляции, они еще больше завлекают, чем видеоролик. Почему? Потому что там есть инструмент вовлеченных. Там вы не просто безмолвные зрители, а которые просмотрели ролик, непонятно, кем этот ролик был создан. Когда этот был ролик создан? Вы получаете контент максимально живой, который формируется прям при вас. Вы можете задавать вопросы, вы получаете на них ответы. Вы видите живое общение, вы можете влиять на ход стрима, вы можете голосовать, отвечать на вопросы, проходить опросы и так далее. Реагировать лайками, дизлайками и прочим, самым давая обратную связь спикеру, изменить ход повествования в ту или иную сторону, так, чтобы это было максимально интересно и полезно аудитории. Поэтому, конечно, живой контент, он интересен. Live-видео сегодня уже просматривают по продолжительности в три раза дольше, чем видеоролик. И не так давно, буквально пару лет назад, live-контент стал всемейственным и популярен по причине технологической. Раньше, представьте себе, технологически не так было просто выйти в прямой эфир с любого обычного устройства. И не хватало скорости интернета, не хватало мощности операционной памяти компьютера, процессора и прочее. Сейчас это вполне себе доступно, вполне себе понятно. Поэтому стримерам это нужно в первую очередь для того, чтобы достаточно легким и понятным способом продвигать свои товары и услуги, продвигать себя, свой личный бренд в широкие массы. Ну, понятно, что стримеры, грубо говоря, делятся на тех, кто делает это ради развлечения. Ну, наверняка увидели в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук, это просто там снимает все подряд, как он снизил трензорный зал, как он покушал, как он поплавал, там еще что-то. Просто, скажем, делятся со своими друзьями, такой интертеймент сегмент. И бизнес-тримеры, когда люди делятся реально полезным контентом, важным. Это будь то тренинг личностного роста, будь то тренинги какие-нибудь там по финансовой грамоте, будь то обучение, машинному обучению, искусственному интеллекту, блокчейну, криптовалютам, ораторскому искусству, тому, как правильно надо стримить, бизнес какой-то грамотности. И очень популярный сейчас формат ток-шоу, порядка по опросам аудитории 68 человек проголосовало за то, что ток-шоу, интервью это самый популярный вип-лайв-стриминге. То есть это когда люди, ну вот если бы я, например, пригласил в свою виртуальную студию какого-то эксперта интересного, и мы с ним просто живо на что-то общались, на какую-то тему, отвечали на вопросы зрителей, дискуссировали, спорили, отключили потом третьего, четвертого, пятого, десятого и так далее. Кто-то их моделирует в живом общении, остро темы поднимались бы зрителям, зрители бы в режиме реального времени голосовали, как они считают, показывались какие-то видеофрагменты и прочее, прочее. То есть чтобы стрим, вот чтобы любой человек, кто желает стримить, мог легко и просто сделать там, не знаю, программу, ну скажем, в упрощенном виде, но телешоу. Да, вечерний орган, что в России популярно, дуть, вдуть или еще что-то, да. То есть на самом деле это сейчас все легко и просто. И если контент интересный и популярный, людям это просто. И самое интересное, верально, это расходится, ну верально, через сарафанное радио, это расходится очень легко, просто и понятно. Друзья, кстати, вы не стесняетесь, задавайте вопросы, возможно, там какую-то, что-то непонятное объяснил, или какой-то термин по привычке потребил, который не очень понятно. Сам человек не с Россией, поэтому допускаю такие варианты, если что-то хочется доуточнить, пожалуйста, буду с радостью отвечать. То есть тоже хочу, чтобы наша встреча была такая более интерактивная, максимально полезная. И я, скажем, оправдал ожидания тех, кто пришел и дал что-то полезное, и чтобы каждый сегодняшний вебинар ушел к чем-то полезному, что он может применить прямо сегодня и получить от этого какую-то пользу. Смотрите, мы провели опрос, да, мы сейчас говорим про бизнес-стримеров, даже не опрос, мы проанализировали данные, то есть это, скажем, такое мини-исследование, и обнаружили, что люди, которые стримят регулярно, ну, под регулярностью мы понимаем еженедельно, раз на день, в социальной сети, в Facebook, мы сейчас говорим про Facebook, ну, я думаю, что примерно в том же самом деле, в популярном социальной сети, вовлеченность их аудитории увеличивается, вовлеченность их аудитории так лучше. Все меня, кстати, хорошо слышат, или... Так, лучше стало? Раз-раз? Нормально? Все отлично, хорошо. Ну, повторять уже не будем еще, надеюсь, что все равно было понятно. Итак, вовлеченность аудитории увеличилась в три раза, представьте себе, в три раза. Вовлеченность – это очень простой, это очень простой и очень важный параметр, метрика, которая считается как агрегированный, как суммарный показатель общего количества реакций, лайков, лайков, дизлайков, окей, не окей, просмотров, комментариев. Ну, еще можно включать перепосты. Вот, и как вы видите, количество лайков увеличилось в 2,7 раз, количество просмотров – в 2,5, количество комментариев, как самый важный, наверное, критерий, ну, потому что в 3,3 раза. То есть, если взять в среднем, то, грубо говоря, если вы начнете стримить хотя бы раз в неделю на свою аудиторию, то вовлеченность вашей аудитории увеличится в 3 раза. Что это значит? Это значит, что ваши подписчики в 3 раза глубже проникнутся вами тем, чтобы рассказывать вашим продуктом, вашими услугами, что вы предлагаете. В 3 раза чаще начнут к вам обращаться, и, ну, соответственно, в 3 раза больше у вас будет продаж, в 3 раза больше у вас будет выручки, в 3 раза вы будете богаче. И на самом деле так это происходит, потому что, если бы это не происходило так, у нас не было бы 7 тысяч платящих клиентов в США, но основной машина, на которой мы представлены, на которой мы работаем, который гораздо более перенасыщен всем маркетинговым и технологическим в сравнении с любыми остальными рынками, в том числе русскоязычным. Действительно, я знаю, что многие компании, например, студии Digital, которые предоставляют услуги СММ-маркетинга, авторы книг, ораторы, они отказались даже от рекламы в социальных сетях, вообще от любой другой вид рекламы, потому что органически им достаточно лайфстриминга. Я скажу более того, что мы сами за всю историю нашей компании, двухлетнюю, да, мы молодая компания, стартап, за нашу двухлетнюю историю мы не запустили еще ни одного доллара потратили на рекламу. То есть все наши клиенты, то есть наши 50 тысяч регистраций, 7 тысяч платящих клиентов, там и десятки тысяч клиентов, кто пользуется легкой бесплатной версией, они пришли к нам органически и бесплатно. Ну, то есть вероятно, потому что мы делаем еженедельное шоу, у нас есть ведущие, которые выступают, мы раскрываем различные полезные темы. Ну, естественно, в основном все вокруг стриминга, онлайн-трансляции, как это делать, как не делать, какие ошибки, какие нюансы. Мы сформировали вокруг себя такой комьюнити, закрытая комьюнити, здесь 10 тысяч человек, которые регулярно стримят, которые делятся полезным контентом, шарят свои посты, шарят свои видео, какими-то лайфхаками делятся и прочими. И на самом деле мы на себе поняли, что это точно работает, и видим, что наши клиенты тоже радостно этим пользуются, потому что время использования, ну, то есть за всю историю нашей компании практически никто от нас не ушел. То есть все, кто начали пользоваться BeLive, они пользуются и до сих пор. Ну вот, покажу пару кейсов, да. Наверное, пару слов про нас сейчас буквально скажу быстро, что мы на самом деле израильская компания, и представлены на американском рынке, и буквально вот в конце, в начале этого года мы приняли решение выходить на русскоязычный рынок, потому что для нас важны регионы, в которых большая масса людей говорит на об этом языке. Ну и мы видим, что Россия очень бурно и энергично двигается в сторону диджитализации, личностного брендинга, люди начинают уже выходить из тени, выступать, огромное количество мероприятий, вебинаров, конференций, форумов, ивентов, бизнес-завтраков, бизнес-ужинов, курсов и прочего. То есть идет такая хорошая, полезная движуха среди малого бизнеса, потому что малый бизнес – наша аудитория, да, то есть компания типа там Pepsi и прочие бы, огромная, там, Газпромы, наверное, вряд ли нами заинтересуются, потому что, ну, у них другие, скажем, каналы продвижения и продаж. А вот малый бизнес, инфобизнес, диджитал, любые услуги, они вполне себе радостно берут и пользуются. Вот даже сегодня, без того, что мы перевели свой сервис даже на русский язык, потому что это тоже достаточно, как казалось, сложный процесс делать, это правильно, потому что мы сейчас выкатываем новую версию через месяц, даже с английским интерфейсом, без, там, понятной для русского человека платежной системы, органически у нас уже порядка 300 человек пользуются нашим продуктом, и мы видим хорошие результаты, мы видим регулярность, мы видим, ну, хороший потенциал. Поэтому я думаю, что где-то в мае мы русифицируем полностью наш интерфейс уже в новом дизайне, мы завершим интеграцию с ВКонтакте, мы, как бы, с ними уже, скажем, договорились по всем ключевым бизнес-моментам, и сейчас вот уже такая техническая коммуникация по интеграции с их API, и скоро выкатим ВКонтакте. Также мы увидели, что в России YouTube – это очень бизнес-инструмент, и мы тоже сейчас сделаем интеграцию с YouTube. Я думаю, что мы во втором, ну, может быть, третьем квартале, с ними чуть посложнее, сделаем релиз и объявим о интеграции с YouTube. Ну, естественно, подключим там Яндекс.Кассу, все удобные, понятные инструменты для русского человека, для русскоязычного человека, с тем, чтобы вот русскоязычные блогеры, бизнесмены, инфобизнесмены, консультанты, самозанятые индивидуальные предприниматели пользовались стримами, продвигали их и прочее. Ну, и тогда, конечно, я покажу пару ярких российских кейсов. Сегодня я покажу пару американских кейсов, потому что российские у нас только в процессе формирования. Кэрри Эбербрунер. Известный американский автор, тренер и эратор, он живет в штате Огайо. Он написал книгу по личностному росту. Ну, такой мини-Тони Роберс, скажем. Ну, достаточно популярный в юго-западном регионе. И, пользуясь Билайвом, без всякой рекламы, просто старгетив очень успешно в свою аудиторию, он продал книг на 182 тысячи долларов буквально в течение пары недель, ну, месяцев, когда у нас был реальный период месяца этой недели. Он просто в прямой эфир подключал людей, которые прочитали книгу и применили это на практике, получили успех, люди эмоционально делились своим успехом, он сделал с этого такое яркое ток-шоу, другие люди тоже захотели получить те же успехи, и вероятно, органически разошлось. То есть именно так это работает. Нативно, без никакой рекламы, через потребительскую боль, через крючок, в общем, все просто красиво делается. Вот, ребята, некоммерческие британцы, WiganFan Facebook Page, это фанаты клуба Легби WiganWareers, они менее чем за полгода, примерно до 400 копейков в месяцах, в стриме еженедельно увеличили количество фанатов команды WiganWareers в два раза, в 4 до 8 тысяч, просто за счет органического естественного притока, и количество просмотров в сотен до тысяч просмотров у них возросло еженедельно. Что они делали, они просто раз в неделю выходили на час в прямой эфир и рассказывали про то, что случается в команде Регби. В их любимой команде Регби в городе Wigan. Как ни странно, стандартные сними так уж и хорошо освещают, что происходит в командах Регби, и поэтому они нашли своего зрителя, и, кстати, в 2018 году первого в жизни WiganWareers стал чемпионом Британии. Вот, возможно, благодаря поддержке этих ребят. Поэтому логичное преимущество стриминга, которого мы касались ранее, это возможность дотянуться до любого человека в любой точке локации. И у вас есть возможность привлечь внимание сотни тысяч людей, используя только интернет и веб-камер. Зачем же мы нужны, что такое BeLive? А ну вот перед этим еще, конечно, отвечу на важный момент. И все же, что может быть лучше стриминга? Конечно, лучше стриминга может быть только оффлайн-мероприятие, про которое я говорил в самом начале. Потому что когда ты видишь человека, когда ты видишь его глаза, когда ты можешь с ним подойти, пообщаться, потрогать, поддержать, поздороваться, ответить на вопрос лично, конечно, но в оффлайн-мероприятиях вовлеченность выше, личного контакта больше. Ну, это безусловно. Но, представьте, трудозаправки по проведению оффлайн-мероприятия и онлайн-мероприятия. И все эти люди, которые к вам не смогли приехать на оффлайн-мероприятия, потому что застряли в пробке, были в другом городе, приболели, еще что-то, они все могут быть с вашими зрителями, потенциальными клиентами в онлайне. Соответственно, охват гораздо больше и сильнее. Ну, я не говорю заменять стриминга оффлайна, но это очень огромное дополнение. Очень сильное, очень поддерживающее. Зачем же мы нужны во всей этой истории? Да? Существующее решение не удовлетворяет потребности 65-миллионной аудитории SMB. Small, наверное, бизнес, средний, малый бизнес. Понимаете, в мире 65 миллионов бизнесменов. Только, ну, малый бизнес, только в России их порядка, там, 4-4,5 миллиона. Активных, живых, по разным оценкам. Если вы начнете стримить через Facebook или ВКонтакте, то у вас будет мобильное приложение на телефоне, с которым вы можете фронтальной камерой просто снимать свою голову, выглядеть с говорящей головой и рассказывать без использования каких-то, без использования каких-то возможных штучек, фишек и другого. То есть это вот как слишком просто, это как на решнике сделано. Эти приложения, они классно работают для фан-сегмента, для интертеймента. Когда вы снимаете себя на концерте, полезли на гору, еще где-то, еще что-то для друзей, для знакомых, может быть, для бьюти-сегмента, там, для девушек-моделей и прочего, как отделать, как... Ну, если мы говорим про бизнес, если мы говорим про полезность для аудитории, про консалтинг, про полезный контент, чтобы быть спокойно, свободно, в свободном режиме, конечно же, это живое приложение, вы должны сидеть за столом, например, за компьютером, за ноутбуком. У вас должна быть приличная веб-камера, которая показывает хорошее качество картинки, которая показывает хороший звук. Конечно же, у вас должна быть возможность показывать презентацию, у вас должна быть возможность расшарить экран, чтобы показать, что вы делаете на рабочем компьютере. Конечно же, для того, чтобы сделать это более ярко и профессионально, похоже на реальное телевизионное шоу, на ОРТ, например, да, у вас должно быть логотип, брендирование, бегущие строки, вставающие подсказки, какие-то заставки, опенеры, возможность разделить экран на две части, чтобы выступил ваш гость, на три части, если у вас три гостя, на четыре части, если у вас четыре гостя, показать какие-то фотографии, вывести комментарии зрителей каких-то, вот люди что-то комментируют, уважаемые зрители, да, какой-то комментарий мне отдельно понравился, я хочу на него отдельно ответить, я его вывел на экран, прямо на экран, где идет презентация, чтобы вы увидели все. Соответственно, я даю подтверждение тому человеку, что он важен, он гораздо больше увлекается, потому что, отвечая на него вопрос, даю комментарий, естественно, он будет более увлеченным, благодарным зрителям, и для него эфир будет интереснее. И для меня будет эфир тоже интереснее, потому что для меня важно и приятно отвечать на вопросы, на вопросы аудитории. Опрашивать аудиторию, да, вот, например, сейчас мы говорим про социальные сети, я спрашиваю, жанна и друзья, какими социальными сетями, ну, кстати, давайте проведем быстренький опрос, какими социальными сетями вы пользуетесь чаще всего. Давайте, один это Facebook, два это ВКонтакте, три это Instagram, четыре, напишите, чем вы еще пользуетесь. Один ВКонтакте, два Facebook, три Instagram, Facebook. Вот, видите, немножко, немножко все равно как бы неудобно, да, ну, пока А4 это что, Елена? Вот, видите, большинство, ЖЖ, понятно. Большинство у нас сегодня там за Facebook, да, а если бы это было нервно выскочило, допустим, на весь экран, какое-то красивое окно, в котором каждому нужно было, говоря, проголосовать, да, кто хочет стать миллионером, на ту же результаты появились на экран, когда идет полночь зала, это все графически оформлено, в один клик, все это удобно, конечно, это вот такие вот анимации, штучки, фишки, они вовлекают людей чуть больше. Вот, и с другой стороны есть достаточно сложные студийные программы, такие как там OBS, такие как Wirecast, Lightstream, и так далее, Mix, это профессиональная, профессиональная студийная программа, которыми пользоваться достаточно сложно, то есть нужно быть профессионалом, экспертом, как минимум, для того, чтобы в этом разобраться, или потратить не один час своего времени, чтобы, вот если еще это не дизайнер, он открывает Photoshop, что он хочет с ним сделать? Закрыть, да? То же самое у вас произойдет, когда вы видите профессиональную, слишком сложную студийную программу. Что сделали мы? Мы разработали интерфейс, который максимально простой, который, я чуть позже его быстро покажу, который любой человек может стоить за 15 минут и выйти в эфир, используя все эти функции, возможности, которые я писал уже. Да, повторюсь, это возможность добавлять до 10 зрителей, это возможность дыдущих строк, это возможность онлайн-опросов, это возможность вводить на экран комментарии, это возможность брендирования, логотипов, опенеров, заставочек, ну, наверное, еще что-то, наверное, есть, но базовые моменты я запомнил. И, конечно, в сравнении, когда вы это все используете интерактивно, живо, то людям смотреть это гораздо проще, когда вы делаете, и интереснее, чем когда вы делаете стрим с мобильного телефона, фронтальной камеры. Ну, коротко остановимся на цивилем рынке, да, то есть, сегодня мы понимаем, что рынок, рынок среднего малого бизнеса, это 24 миллиарда долларов, это мы говорим только про Европу и Северную Америку, Канаду, Канаду, Мексию, США. Средний малый бизнес тратит 24 миллиарда долларов на диджитум, из которого почти 4 миллиарда на СММ, в социал-медиа-маркет, из которого мы видим порядка полтора миллиарда долларов, это наш целевый рынок, который только-только начинает зарождаться. Да, то есть, у нас только, вот, представьте, что 5 миллионов инстингов, у нас всего лишь 7 тысяч клиентов, то есть, которые мы получили бесплатно, моментально, грубо говоря, за год с копейками. То есть, мы существуем два, первый год мы тестировались, понимали, что нужно как, вот за год мы выстрелили, прошли сюда, и сегодня мы приходим на рынок, российский рынок, и мы понимаем, что на российском рынке, в зависимости от того, как быстро мы нащупаем правильные подходы и прочего, и партнерство, мы получим порядка от 5 до 20 тысяч клиентов, возможно больше. коль меня сюда уже пригласили, я немножко поделюсь, дам вам небольшой приятный бонус, сейчас одну секунду, я его открою, мы выступаем, через две недели будет Синерджи Диджитал Форум, который нацепляет улучшить с ним, улучшить с ним, и мы там выступаем, мы с Синергией партнеримся, у них большая масса клиентов, я думаю, что все с ними пойдет хорошо, очень нравится нам ребята, их подход, как они себя ведут, как они позиционируются и прочее. И для клиентов Синергией мы даем, кстати, приходите на форум, кто еще не приходит, мы даем один месяц бесплатного использования их продукта, вот я сейчас вам ссылочку пришлю, тоже буду рад. Сейчас, одну секунду. Тоже, пожалуйста, заходите, регистрируйтесь, пользуйтесь. Если вы зарегистрируетесь через эту ссылку, то вы получите один месяц бесплатного пользования Мбилайва. Итак, последний слайд, перед тем, как я покажу короткую демонстрацию, я уже касался, то есть красивая статистика, которую говорят в пользу стриминга и онлайн-трансляций, уже сегодня время просмотра лайва в три раза больше, чем обычное видео. Я про это говорил, то есть, ну, это хорошее вэллио. И в связи с этим социальные сети промотируют прямые трансляции, продвигают сами социальные сети, продвигают прямые трансляции, гораздо сильнее, чем любой другой вид контента. Наверняка вы замечали, что если кто-то из ваших друзей в Facebook или ВКонтакте или в Instagram начинает онлайн-трансляцию, то вам приходят об этом уведомлении. Встречали такое, да? А если этот же человек, например, сделал просто текстовый пост, то уведомление вам, скорее всего, не придет. О чем это говорит? Это говорит о том, что социальные сети сами сознательно продвигают этот вид контента, потому что этот вид контента и перспективный, потому что он увлекающий, потому что он заставляет людей находиться в социальных сетях дольше, а раз люди находятся дольше, значит, они получают с этого больше интереса, выгоды, им там интересно. Для них это нужно. Вот и все. На Facebook уже прошло 3,5 миллиарда онлайн-трансляций. 3,5 миллиарда штук, представься себе. 400% годовой рост. То есть, каждый год индустрия лайв-стриминга растет на 4 раза. И ожидается, что через 3 года рынок онлайн-трансляций всех, и мы сейчас говорим про малый бизнес, да, мы же еще из киберспортивной матчи, киберспорт, профессиональный стриминг и прочего. Вся эта индустрия будет стоить порядка 70-70 миллиардов долларов. Просто представьте. Друзья, вопросы, не забывайте задавать вопросы. Вот тут на всякий случай находятся мои контакты, телеграм, имейл. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, пишите, общайтесь. Мы очень заинтересованы в поиске активных стримеров, людей, которые активно пользуются социальными сетями. Как на любом новом рынке, мы для начала делаем ручные продажи и вручную коммуницируем, вступаем с заинтересованными людьми. Те из вас, кто заинтересован этим попользоваться, попробовать, потестировать, ну, как минимум, у вас есть бесплатный месяц бесплатного пользования. Если вам понравится и вы получите от этого результат, а что вы результат получите, это абсолютно точно, да, мы с вами можем судить возможность амбассадорства вашего, соответственно, вы пользуетесь бесплатно нашим продуктом, дополнительно, соответственно, дополнительно еще на этом зарабатываете за счет создания, использования вашей аудитории как аудитории для потенциальных клиентов Билайна. Ну, это все мы уже в частном порядке обсудим, у нас есть амбассадорская программа, которая хорошо работает, пожалуйста, пишите лично, поговорю, расскажу, буду рад, буду рад новым амбассадором, также мы будем запускать Билайф Академию, в которой будем учить людей преодолевать барьеры, стеснения, непонимания, как создать контент-план, как сформировать цель своих стримов, какой результат ожидать и проще, и проще, какой купить микрофон, камеру, фон, как рассказывать, чего не стоит делать, чего стоит, всему мы будем обучать, поэтому, друзья, кто компетенциен в вопросах лайв-стриминга, пожалуйста, пишите, обращайтесь, мы формируем сейчас базу наших, скажем, экспертов, педагогов, будем рады тоже на очень взаимовыгодных, интересных условиях сотрудничать с вами. Сколько стоит полный функционал? Функционал стоит 25 долларов в месяц, либо 240 долларов в год. Подключение корреспондентов через веб-рпц. Честно говоря, я не очень понимаю, что такое веб-рпц. Если я правильно понял вопрос, речь идет о подключении корреспондентов как гостей со ведущих шоу. Делается очень просто. Это веб-интерфейс. Вы отправляете ему ссылку, он открывает эту ссылку в хроме на ноутбуке и тут же попадает в эфир. Нужно ничего не устанавливать, ни в чем разбираться. Если он заходит с мобильного телефона, ему предложат сначала поставить мобильное приложение наше разработанное, которое автоматически зайдет дальше в прямой эфир, он будет гостем нашего шоу. В один клик вообще крайне легко и просто. Если есть еще вопросы, задавайте. Я пока расшарю экран и быстро покажу вам как выглядит Итак, давайте с главным. Отметьте там плюсики или что-нибудь такое, чтобы я понимал, что вы видите экран и все нормально. Хорошо, спасибо. Итак, вот мы на главной странице. Я захожу к себе в профиль. Тут я вижу это мой тестовый профиль. Тут я вижу общую статистику, сколько я провел эфиров, сколько я получил комментарий и так далее. Вот я нажимаю создать эфир. Есть режим соло интервью ток-шоу. Выбираем ток-шоу, потому что он включает в себя все предыдущие функции. Итак, я могу стримить. Я сейчас выбрал ток-шоу в Facebook. Я могу стримить к себе на страницу, на страницу компании, которую отправляем, могу в группу. Вот у меня есть тестовая группа, которая создала для тестовых целей. Билайф автоматически подтягивает все группы, в которых вы не являетесь администратором, или все страницы, в которых вы поднимаетесь администратором, и предлагает туда стримить. Тут вы указываете название вашего, тут вы указываете название вашего стрима. Очень классная вещь, кстати, функция, я забыл про это упомянуть, скаббин. То есть, вы можете заранее проанонсировать ваше, ваше мероприятие. То есть, вы знаете, что ваши мероприятия были через неделю. Вы выбираете дату какую-то, и тут же в фейсбуке добавляете картинку, тут же в фейсбуке формируется пост, в котором пишется, что там, не вне, не каут, но через неделю проведет такое мероприятие. Интересуют. Люди, которые нажимают интересуют, их фейсбук запоминает, и дополнительно их таргетирует, им напоминает, что не забудут датные мероприятия, не забудут датные мероприятия. Соответственно, доходимость людей увеличивается, ну, в разы люди заранее это планируют, люди это видят, вы можете это перепостить в группе, вы можете попросить друзей перепостить, вы можете увеличить охват, таким самым вы собираете аудиторию, там, в три клика собираете аудиторию на свой мероприятие. В нашей статистике хороший стрим считается, на котором присутствует одновременно 50-60 человек. Вот сейчас насидит 34, ну, это неплохо, да, но у нас средняя статистика 50-60. Одновременных и общее количество просмотров после того, как с ним закончился, потому что видеозапись доступна, дальше, порядка полутора-двух тысяч просмотров. Если зайдете вы ко мне на фейсбук, то многие стримы вы увидите, давайте сбросу фейсбук свой, поэтому, друзья, не стесняйтесь, тоже пишите, буду рад, буду рад пообщаться, в данный момент я сфокусирован на русском язычном рынке, я в Google верю. Я единственная тополежа компания поговорит по-русски, вот, поэтому подключайтесь, добавляйтесь в друзья, вот, и пишите, буду рад пообщаться. Наверное, у меня 5000 друзей все занято, поэтому просто пишите, я вам отвечу. Итак, ну, вот тут пошел уже мейджик, такой, чего нету до условных вебинаров. Вы можете сделать брендирование, можете поставить логотип, вы можете выбрать, вот видите, какой-нибудь цвет всплывающей подсказки, вы можете сделать какую-то дизайнерскую рамочку себе, например, вот такую, вот, я захожу в студию, вот так легко и просто выглядит, вот так легко и просто выглядит студия. Вот в этой секции показано то, что видит зритель, вот в этом окне показано то, что видит зритель, вот это лобби секция это заготовки. Я, например, включу камеру, включу, например, другую камеру, вставлю какое-то поменьше разрешение, чтобы не демонстрационных целей. Вот я включаю камеру. Сейчас здесь вы увидите меня же, но чуть-чуть другого ракурса. Все, я себе запустил в бродкаст. Секцию появился здесь для ребят. Вот, отвечаем на вопрос, как подключать корреспондент. Видите, я сделал копию скопировал ссылку автоматически эту ссылку отправляет любым мессенджер, любым удобным способом корреспонденту, человеку, который хочет подключиться. Он открывает эту ссылку, без никаких регистраций он включает свою камеру, и попадает вовнутрь. Все. Он там. Сейчас выключу звук, чтобы сам себя не фонить. Вот такая простая схема. Таким образом тут может быть до... Давайте покажу, как выглядит дальше. Таким образом тут может быть в лобе секции зрителей может быть до 10 человек и одновременно до 4. Также он обрушает свой экран, показывает фотографии, вот таким образом выводить комментарии. Это сейчас внутренний технический комментарий. Видите, тут будет фотография человека, тут его имя в таком красивом фирменном стиле, комментарии, на которых я хочу ответить, они попадают здесь. Вот они с Фейсбука интегрируются. Я могу заранее сделать какую-то адженду, например, набор всплывающих подсказок, которые я буду показывать, вводить в процессе стрима. Где-то это можно делать статически, где-то это можно делать бегущей строкой, где-то можно отключить экран. Вот, например, лето. Видите, вот, нужен Kaufman 2, это, представьте себе, что это другой человек, гость. Вот, я его тоже отправляю в broadcast. Вот, у меня здесь второй москоп. Я выключу, чтобы не ходил. Видите, экраном сдаем на две части. Ну, это два меня одинаковых, но формально тут один человек, второй, таких может быть три-четыре. Я могу менять расположение экранов. один говорит, второй слушает поменьше. Я могу выводить их имена. Да, в случае, конечно, в реальном это, как правило, разные имена будут. Вот, я могу нажать соло для того, чтобы показать что-то одно. Я могу вывести какую-то фотографию со своего альбома. У меня есть внутренний мессенджер, чтобы переписываться. Ну, собственно, вот, так легко или просто, легко или просто вот первый раз нужно сделать сайнах, выбросить где-то там любую фотографию. Вот, видите, экран. Я отбираю режим сон, и экран разделен на три части. Тут у меня уже вариации могут показать либо так, либо вот так, либо вот так, либо вот так, либо вот так. Билайф идеально работает с браузера Chrome. Демонстрацию экрана можно использовать. секундочку, посмотрю, что тут нет вопроса. Дизайн, что вы имеете в виду под дизайном? если вы говорите про то, чтобы изменять шрифт, цвет вот этого фона и текста, то да, можно, я показываю это в начале. Дизайн вот этой рамки, конечно, можно, делайте дизайн, какой считаете, но не загружайте. Дизайн логотипа, да. Так что ответ да. Титры нет. Титры нет. Даже, честно говоря, я думаю, у нас такого запроса даже достаточно слабо себе представляю, в каком случае как это должно быть можно, и как должны работать титры. То есть он автоматически встроен какой-то алгоритм распознавания речи, который тут же все, что ты говоришь в режиме прямого эфира, это же не видеозапись, наш контент романтируется в прямом эфире, распознает речь и вставляет титры, то, что ты говоришь. Но посмотрите, как это работает в YouTube. Даже в YouTube при их мощностях, возможностях это работает очень привокосо. А в нашем случае это, конечно, что уж про это говорить. Удаленно можно управлять трансляцией? Да, конечно, можно. Вот я, допустим, я выбираю себя как модератора, остается один гость, вот я удаленно управляю трансляцией. Удаленно управляю трансляцией, гость в своем кабинете видит, по сути, вот эту картинку, которую вы видите, вот у нас есть внутренний чат именно для между гостем и наборами. Наши клиенты так и делают, когда сами не выходят в прямые эфиры, подключают каких-то людей, просто отправляют ссылку, тот человек уходит по прямой эфир и рассказывают. Так что да, ответ да, что демонстрация экрана может не у всех работать, особенно на гаджетах. Не знаю, как есть этот вопрос правильно, мы говорим про то, что наша инструмент работает с ноутбука и с компьютера, с браузера, потому что, представьте, как можно управлять, как можно управлять студией с мобильного устройства, невозможно переключать экраны, переключать людей, писать комментарии, проводить, это нужно, нужно клавиатура, это нужно мышка, это нужно удобно, все спокойно, желательно двух экранов, чтобы на одном экране, допустим, была презентация, если вы используете, возможно, шерстик. К этому, в этом случае, работает у всех, работает идеально, он предлагает изначально, автоматически, первый раз, если не стоит, вот я могу расшарить видеоэкран, могу расшарить окно программы, тут все стандартно. Могу общий доступ к каузе, это значит, что если видеоролик включая, звук идет в хорошем качестве, прямо напрямую, поэтому тут, у нас работает, все хорошо, удобно, скачивать ничего не надо, автоматическое разрешение Chrome ставит сам себе. Чем стримы лучше, ну, по функционалу, наверное, все, да, я тогда закрываю трансляцию, по функционалу, наверное, все, чем лучше, ну, не знаю, как ответить, это разные инструменты, я рассказал весь функционал, а рассказалчик, я рассказал весь функционал, я рассказал, как это, какие плюсы, какие минусы, как это использовалось, но уже как-то сам для себя решая, чем это лучше вебинаров, еще нет. То есть, тут основной акцент на то, что после стрима, по этой же ссылке люди могут продолжать общаться, они видят свои реальные лица, они видят свои профили в социальных сетях, они начинают между собой взаимодействовать, по интересам общаться, по этой же ссылке это видео, по этой же ссылке, что идет прямая трансляция, стрим, доступна потом видеозапись, поэтому реальный эффект сохраняется, и тут идея как бы на комьюнити, на то, что люди потом общаются, они интересуются, на усиление комьюнити, на глубину, на то, что весь этот народ здесь существует, и ты видишь реальные фотографии, реальных людей, за которыми стоит реальный профиль. Поэтому у нас с Ютубом тоже мы долго занимались нужными, потому что там, в принципе, этого нет, 90% людей в Ютубе не зарегистрированы, не названы дурацкими различными никами и именами, поэтому они не беспокоятся о своей репутации, пишут что угодно, как угодно между собой, общаются, не взаимодействуют, комьюнити в Ютубе не построят. Поэтому мы, вот скажем, Ютуб отложили на последнюю очередь, но тем не менее, популярность у вас достаточно высока, особенно в России, поэтому все-таки мы его сделали, и мы в процессе уже будем смотреть, как его максимально эффективно использовать. Друзья, я дал весь контент, поэтому вот есть пару минут, задавайте вопросы, сразу же на них отвечу. Пишите мне в Facebook, ссылку скинула в Telegram. Еще раз продублирую. И порегистрируйтесь, пользуйтесь BeLive. Если вы заинтересованы быть нашим амбассадором или тьютером, пишите, пожалуйста, лично, будем обсуждать. Если будут какие-то вопросы, с радостью пишите. Кстати, у нас техподдержка на русском языке, на русскоязычной аудитории отвечает в течение пяти минут, прекрасно работает, это один из наших тоже основных плюсов, поэтому смело пишите техподдержку, если возникают какие-то вопросы. Одновременно стримить не в кристе возможно. В нашем случае нет, невозможно. Хороший вопрос, часто его задают, поэтому отвечу так. Facebook запрещает стримить Facebook и куда-либо еще. Ну, понятно, по вопросам защиты своих собственных интересов. Мы как официальный партнер Facebook, как официальный видеопартнер Facebook, мы, конечно же, не будем рисковать, нарушая их политику. Соответственно, если говорить про Facebook, то мы можем стримить только Facebook. Мы также с интегрированы с популярной платформой Twitch. Вконтакте нет такого запрета, поэтому возможно, когда мы закончим интеграцию в Вконтакте, мы дадим возможность стримить Вконтакте еще в какие-то другие социальные сети, которые не запрещают. Инстаграм, к сожалению, пока не дает возможность подключаться сторонним стримингом с сервисом. Американцы разделяют Facebook, Instagram. Instagram – это как фаналы, социальная сеть, Facebook – это как деловая, поэтому фаналы, социальные сети, нечего делать с профессиональным бизнес-инструментом, таким, как дела. Но в Инстаграм все больше и больше становится бизнес, средой, поэтому, по инсайдерской информации, надеемся, что в этом году мы будем выглядеть отрикаемость, к ним сможем наконец подключиться. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Друзья, еще вопросы? Ну, если вопросов больше нет, Павел, наверное, тогда, а вот здесь отдельная вкладка вопросов. Чем стримы лучше стены вебинар, какие у них конкретные преимущества, чем стримы лучше системы вебинара, какие у них конкретные преимущества, жанры похожие фенфишские настроения? Ну, по-моему, я это раскрыл. То есть, я вижу это в легкости подключения, в создании комьюнити, в общении участников между собой, в виральном эффекте, в том, что в одном месте потом легкий способ получить этот контент, не нужно ничего, ничего, ничего тебе надо досывать. По этой же по ссылке доступен пост самого мероприятия, по этой же ссылке начинается стрим, по этой же ссылке доступен видеозапись. И ты видишь всегда все комментарии до дополнительно интересного тебе человека, будь то зритель, будь то стример, будь то гость, ты можешь всегда достучаться, написать лично, вот, и вот в этом я вижу основное преимущество. Ну, все остальные вот эти фишечки, типа, ну, и похоже стримов на все-таки телевизионное шоу. Да, человек сидит, но картинка, он как будто бы смотрит телевизор. То есть, минимум всяких отвлекающих, кнопочек, штучечек, никуда не нужно заходить, не переходить, привычный интерфейс социальной сети, и все. Друзья, ну, спасибо за вебинар, спасибо, что пришли, пишите, будет. Евгения, огромное спасибо. Было очень интересно, по крайней мере, мне, судя по всему, нашим слушателям тоже. Я считаю, что вы свои задачи тоже решили. Я вам пришлю после окончания нашего вебинара чат и список участников. Наверное, это вам будет полезно. Благодарю всех, кто принял участие в вебинаре за то, что задавали вопросы и были активны. Всем спасибо. Приглашаю вас на другие вебинары Директ Академии и приглашаю попробовать ту возможность, которую Евгений предоставил всем. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok